Здравия желаю. И так подготовил инерциоид. По той еще как схеме я хотел. У меня была проблема. Вот это вот. На тот вал, на тот мотор. На 585 ватт. Колесо хлябало. Как только включить на 220 выскакивает. Ну вот я нашел моторчик сейчас приспособил. Вот это поставил на 250. И вот на 500. У его вал побольше. Вот сейчас видите, никакого хлябания закрепил капитально. Вот завтра то, что я, как говорится, инерциоид. И инерциоид именно с маховиком. Инерциоид без маховика работает. Показывает результат-то. Как мы подсчитывали. Более 200. КПД более 200. А вот завтра попробую инерциоид с маховиком. Ну, у этого инерциоид без маховика. Маховиком служит, значит, сам ротор. Два ротора, как маховики. А здесь еще дополнительное. И еще насчет маховиков, что будет делать. Могу что сказать. Не гонитесь за тяжестью маховика. Тяжесть только убирает силу. Она идет вся в тяжесть. Понимаете? То есть, вся сила мотора, вот этого, генератора мотора, идет в тяжесть. И ток он дает тока в три раза меньше. В итоге. Значит, что? Обращайте внимание на объем маховика. То есть, чем больше объем, тем лучше. У меня нету домашних условий. У кого есть мастерские, постарайтесь найти маховик, допустим, диаметром, может, как вот три этих колеса. Это обычно от взрослого велосипеда. От обычного взрослого велосипеда колесо. Здесь же здоровое колесо. Не надо там тяжелый вес. А главное, обращать внимание на объем. То есть, объем окружности. Диаметр. Чем больше диаметр, тем больше он дает инерции. За счет еще, мало того, что он падает, вот, падение идет, его притягивает. Это одно. Второе, значит, инерция идет, разрезает, ну, разогревается воздух, и плотность воздуха низкая, поэтому он теряет вес. И плюс еще падение. То есть, свои его килограммы его притягивают вниз. Вот он забрался наверх и упал. То есть, сразу два фактора идет. Я сначала тоже думал, что надо потяжелее, может. Разгонишь его, потом не остановишь. Нет. Он тяжелый, если у него объем маленький, он тормозит колесо. А когда я сегодня не такой тяжелый, не очень-то тяжелый, диаметр большой. У вас получается инерции больше намного. То есть, это собрано. Это уже теория пошла. Но завтра, завтра, значит, до вечера выпущу ролик. То есть, поставлю сюда, тут вытащу, чтобы меня испытательный ящик. Для чего этот ящик? Во-первых, сумма, чтобы не было. Во-вторых, чтобы не вылетело ничего. Там все закреплено. Если даже, если что-то там, мотор вылетит какой-то, он там ударится об крышку. Ну, для безопасности. То есть, ящик для позволения шумов и безопасности. Потому что, когда, включаясь на 220, может вылететь нахер все. То есть, соблюдайте, если пробуете на больших оборотах, соблюдайте безопасность. Ну, как я выяснил, вот уже работаю по этой теме два года, да, на этой теме. Как я выяснил, на малых оборотах, на малых, и слабые, слабые, значит, слабые обороты из двигателя и малое напряжение, много чего не возьмете. То есть, КПД будет невысокий. Все идет за счет именно при увеличении скорости, скорости. Плотность воздуха теряется, теряется вес колеса, он становится, как в невесомости. То есть, скользит, если разогнать, допустим, ну, это у кого есть, допустим, какая-то, лаборатория большая, промышленная, на военном заводе, разогнать там до 100 тысяч, 500 тысяч оборотов. Возможно, она будет крутиться час-два. То есть, это неисчерпаемый запас тогда будет. А на малых оборотах такая система, ну, может, даст, у меня давала там, но огромный, огромный киловатт не возьмете. То есть, для освещения там, сюда-сюда. Ну, вот такие новости. Завтра, значит, будем запускать. После обеда, наверное, запущу сначала, сам проверю. А после обеда покажу зрителям, что вышло. Для чего это я показываю всё? А для того, чтобы вы тоже делали. Потому что если все будут делать, то прогресс пойдёт семимильными шагами. Вот в чём суть-то. uste. Всё? Всё? Продолжение следует...